В фаршированную голень индейки можно подать как горячее блюдо и как закуску, еще оно хорошо подойдет для праздничного стола, для начинки вы можете взять продукты по вкусу, а я делюсь своим рецептом. К самому ответственному моменту стоит отнести отделение кожицы от самой голени, поэтому очень важно, чтобы нож был достаточно острым, остальной процесс не вызовет сложности. Досмотрев видео до конца, вы узнаете чего и сколько вам потребуется. Подготовьте необходимые ингредиенты. Почистите лук, нарежьте четверть колечками, переложите в сковороду, добавьте 3 стола вейл, растительного масла. Обжарьте лук до мягкости и легкого колера. Голень индейки вымойте и промокните бумажным полотенцем, отсоедините кожу с голени с помощью острого, маленького ножа и снимите ее в противоположную сторону. Подписывайтесь и ставьте лайки. С помощью кухонного топорика отрубите голень без кожи, у вас должна остаться кожа с маленькой косточкой. Отделите мясо от кости, от второй голени нам потребуется только кожа с косточкой. Мясо индейки перекрутите на мясорубке с крупной решеткой, добавьте чеснок и зелень. Хлеб нарежьте мелким кубиком и добавьте к луку, перемешайте. Лук с хлебом добавьте в фарш, добавьте соль, перец и тщательно вымешайте, постепенно вводя сливки. Подготовленную кожу голени нафаршируйте, набивайте плотно, но следите, чтобы кожа не порвалась, включите духовку на 180 градусов. Переложивайте голени в форму смазанную маслом, смажьте сливками. Затяните форму фольгой и поставьте в разогретую духовку на 35 минут. По истечении времени, достаньте форму с голенями, снимите фольгу, смажьте еще раз сливками и поставьте еще на 10 минут в духовку, увеличив огонь до 200 градусов. Как только голени покроются румяной корочкой, их можно доставать, подавайте в горячем или в холодном виде. Приятного аппетита! Лайкайте, подписывайтесь, комментируйте. Нам понадобится индейка, 2 штуки, голень, лук репчатый, 2 штуки, среднего размера, оливки, по вкусу, зелень, 1 пучок, любая, хлеб ржаной, 2 ломтика, сливки 10%, 30 мл, 20 мл, в фарш, 10 мл, для смазывания, соль, по вкусу, чеснок, по вкусу, по желанию, перец черный, по вкусу, масло растительное, 5 столовые ложек, 3 столовые л, для обжаривания лука, 2 столовые л, для смазывания формы, количество порций, 3-4. Комментируйте, подписывайтесь, лайкайте, подписка, гарантия того, что не пропустите свежие вкусняшки. Люблю вас, друзья, жду снова.